Добрый день! Добрый день! Итак, на прошлом уроке мы пришли ко второй теме – к согласию посредством разногласия. Сегодня мы рассматриваем тему «Компромисс. Цена поддержки и согласия». Мы порассуждаем на эту тему – что такое компромисс, какова его цена, способы его достижения, какова разница между компромиссом и консенсусом. Также перед нами стоит ряд вопросов. Концепция компромисса. Что значит компромисс в нашем обществе, типа компромисса, формы компромисса, разница между компромиссом и консенсусом, этапы работы над конфликтом, психологическая модель конфликтов, моделирование совести и устранение конфликта по Лефевру и, соответственно, выводы. Концепция компромисса. Компромисс – это один из наиболее эффективных способов разрешения конфликта. Компромисс – это легализация претензий в устранении возникнувших противоречий. Компромисс – это отношения, семейные, трудовые, личные, политические конфликты, дебаты, деловые переговоры, отношения между различными корпорациями, банками, другими организациями. Типы компромиссов. Общая цель компромисса – решить вопрос в интересах всех участников. Это называется позитивным компромиссом. Отрицательный же компромисс возникает, когда одна сторона получает выгоду от согласованного решения, а другая – нет, и фактически может даже оказаться в худшем положении, чем они были раньше. Рассмотрим некоторые примеры. Итак, положительный компромисс. Некоторый гражданин Николай отвечает за ведение переговоров в рамках взаимодействия и слияния двух крупных компаний. Одна компания настаивает на том, чтобы штаб-квартира новой совместной компании была перенесена в другой регион. Это, в свою очередь, будет означать, что они потеряют ряд важных должностных лиц, выполняющих ключевые роли. Обе стороны в конечном итоге соглашаются переместить штаб-квартиру, но позволяют сотрудникам, которые не могут или не хотят с семьями переезжать, работать удаленно. Это, в итоге, помогает обеспечить плавный переход при слиянии компаний. Это пример положительного компромисса, потому что это делается в интересах как компаний, так и сотрудников. Другой пример, когда в условиях пандемии ряд организаций предприняли меры и приняли решение перевести работников на удаленную работу, при этом не оплачивая работникам. Это пример негативного компромисса. Формы компромисса. Выделим несколько форм. В ходе конфликта человек предпочитает поддерживать товарищеские, дружеские отношения. Ищет справедливое решение. Человек старается разделить желаемый предмет поровну. Оппонент избегает напоминания о вашем первенстве. Человек получает что-то как для себя, так и для других. В лицо избегает лобовых столкновений. Люди немного уступают для поддержания равновесия. Анализ интересов сторон. Основной принцип рассматриваемой стратегии на базе анализа интересов сторон. Подход требует подробно изучить ситуации и варианты разрешения ситуации перед тем, как принять окончательное решение. Анализ интересов сторон. Основной принцип рассматриваемой стратегии на базе анализа интересов сторон. Подход требует подробно изучить ситуации и различные варианты разрешения данной ситуации перед тем, как принять окончательное решение. Для этого человек устанавливает потребность, которая стоит за желанием другой стороны, узнает в чем его разногласия, компенсирует друг друга, разрабатывает новые альтернативы решений, которые максимально удовлетворяют потребности каждого. И делают это вместе. Анализ интересов сторон необходим для успешного разрешения конфликта, поскольку важно определить настоящую причину, породившую его. Повод, который лежит на поверхности, часто является только поводом. Разница между компромиссом и консенсусом. Компромисс – это соглашение, достигнутое посредством взаимных уступок. Это среднее решение, которое может оказаться и, как правило, оказывается хуже каждого из вариантов. Может быть принят большинством голосованием. Консенсус – это коллективное мнение. Общее для конкретной группы мнение – это оптимальное решение, сочетающее лучшие из предложенных вариантов. Достигается путем обсуждения, анализа и генерации новых идей. Принимается общим согласием. Когда все согласны, найдено лучшее решение. Как добиться консенсуса В отличие от компромисса, который чаще всего достигается в результате политических интриг и подковерных баталий, достижение консенсуса требует конструктивного и плодотворного напряжения всей команды и особого искусства управления командой. При этом рекомендуется придерживаться следующих принципов и правил. Первое – вера в достижение консенсуса. Второе – не позиция, а варианты и поиск решений. Третье – объективность принимаемых решений. И последнее четвертое – устранение спора, достижение взаимовыгодного решения и, соответственно, успеха. Способы решения конфликтных ситуаций. Что важно? Важно не допускать использования выражений типа «да, но…» и так далее. Гораздо продуктивнее не отрицание позиции человека, а мягко выражать собственное несогласие с ним. В этом часто помогают следующие фразы в стиле «Я понимаю ваши чувства и в то же время…» И все же в глубине души вы правы. И вместе с тем мы с вами пришли к согласию по следующим моментам. Данная тактика предусматривает исключение из своего лексикона частицы «но», которая лишь способна усугубить противоречия. Более эффективно использовать обороты типа «вместе с тем» и «в то же время». Этапы работы над конфликтом. Определить потребности всех сторон ситуации. Подумать об удовлетворении всех ожиданий. Признать не только свои, но и чужие ценности. Стараться проявить объективность, отделяя проблему от человека. Искать творческие и нестандартные решения. Не щадить проблему, а щадить людей. Поговорим немножко о психологической модели конфликта. Исходя из опыта, отметим, что люди, которые сопротивляются компромиссу, не нуждаются в большем давлении для компромисса. Но вместо этого должны поддержать их сопротивление. Проще говоря, психологическое решение является полной противоположностью компромиссного решения. Нам нужна поддержка, чтобы наши сопротивления компромиссу и поощрения были менее приятными. Рассмотрим еще один пример. Как прийти к согласию по Лефевру? Владимир Александрович Лефевр является глубоким представителем и соавтором подхода, который я называю двоичным. Поэтому я покажу вам разницу двоичного и троичного подходов на примере его идей. Известность принесла данному автору его теория двух этических систем, изложенная в его книге «Алгебра совести» 1982 года. Теория основилась на абстрактной модели бинарных отношений, содержательная интерпретация которой в области этики оказалась следующей. Возможны две этические системы. Представители одной воспринимают компромисс между добром и злом как зло, представители другой – как добро. Для первой системы характерен запрет зла, например, не лги. Для второй – призыв к добру. Будь правдив! При этом первые имеют тенденцию к компромиссу с людьми и, соответственно, к терпимости, к толерантности, к разрешению конфликтов. Вторые – склонны к борьбе до победы с конкретными индивидами, то есть к накалению конфликтов. К первой системе Лефевр отнес США. Ко второй – Советский Союз. Следует вспомнить, что теория возникла на историческом фоне Холодной войны и уже после эмиграции Лефевра в США. Фраза про возможность двух систем говорит о том, как показывает алгебра общения, что все случаи сводятся либо к конфликту, либо к слиянию, либо к разбеганию в разные стороны. Но даже если так полагать, то победившая система будет более прогрессивной и ведет к уменьшению разнообразия, а значит, к стратегическому эволюционному тупику. Трочный подход показывает, что построение более сложных систем, чем исходные, возможно, причем на бесконфликтной основе. Причем сохраняется и разнообразие, что стратегически и эволюционно более выгодно для всех участников. Как прийти к согласию по Лефевру? Владимир Александрович Лефевр глубокий представитель и автор двоечного подхода. Известность принесла Лефевру его теория двух этических систем, изложенная в книге «Алгебра совести». Эта теория основывалась на абстрактном отделе бинарных отношений. Трочный же подход показывает, что построение более сложных систем также возможно, причем на бесконфликтной основе, чему и посвящается триалектика. При этом сохраняется и разнообразие, что стратегически и эволюционно более выгодно для всех участников. Моделирование совести и устранение по Лефевру Лефевр считал человека неотъемлемой частью Вселенной, решал конфликт между наукой и верой, высветил структуру морального сознания и ошибки миротворчества. Выводы. В мире намного есть различные и диаметрально противоположные взгляды, и с этим стоит согласиться. С конфликтными ситуациями и вынужденным компромиссом мы сталкиваемся ежедневно. Само понятие консенсуса, то есть установление согласия, еще не означает праведности той идеи или того замысла, вокруг которого происходит единение людей. Это могут быть и те, кто сеет зло, разрушение и прочее. Одним из самых важных достижений человечества может и должно стать моральное согласие в обществе, то есть всегда необходимо строительство некоторых важнейших нравственных оснований, на которых затем уже становится возможным человеческое общежитие или сосуществование. Целью должно быть признание и распространение в обществе демократических и духовных ценностей, альтруизма, добра, порядочности, совестливости, взаимопонимания человечности. И это вполне достижимо. Можно предложить активно подключить к реформациям и трансформациям все организации и институты в государстве, все научные и творческие союзы, все высшие учебные заведения, политические партии, структуры гражданского общества. Урок подошел к концу. Всем большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok